Разработка игр не игра вон их. Люди часто думают, что чтобы сделать игру, достаточно придумать идею, а дальше всё пойдёт как-нибудь само. Вот только когда они сами сталкиваются с этим делом, сразу же вскрывается множество проблем. Модели не так получились, камеры хреновые, прыжок багует, а банальное меню лагает из-за миллиарда полигонального фона, который ну просто обязан быть в игре. Смотря на то, как многие мои знакомые пытались в разработку игр, забив на онную через неделю, а иногда и через два дня, я понимал, как мне и им не хватает мотивации. А потом я поиграл в Metal Gear Rising. И тут мне захотелось его повторить. В частности, меня в нём привлекала именно система Заандацу, в которой можно было разрубать в разнообразных плоскостях любые объекты. Я работал над копированием данной системы в колледже во время пар. И только на разработку этой системы у меня и хватило терпения и сил. Но данного экспириенса вполне хватило, чтобы я всерьёз начал заниматься разработкой игр. После чего я стал делать фанатский проект по вселенной Sonic the Hedgehog, Project After Shadow of Theory. Однако сегодня речь пойдёт не о нём, а о том, как я участвовал в Game Jam, в конкурсе для разработчиков игр, в котором даётся ограниченное количество времени, тема и задача сделать игру. Ну что, думаю, пора поговорить, как проходил Game Jam и разработка проекта Umbrella Corps. Началось всё с ожидания самой темы. Тема в итоге была One Tool Many Uses, что в переводе один инструмент множества использований. Идей можно было придумать уйму, но в итоге в чате мы договорились на том, что это будет игра про зонтик в научно-фантастическом сеттинге с неоновыми красками и мрачной историей наперевес. Да, так я вижу видеоигры. Основным жанром игры стал платформер, а его фишкой это парирование снарядов при прыжке. Графику же я сразу же выбрал 3D. Почему? Да потому что мне с 3D банально проще работать. Я никогда не был хорош в рисовании пиксель-арта, и уж тем более в рисовании чего-то более художественного. И таким макаром закипела разработка. Так как жанр и уже персонаж сами были придуманы в теории, я решил набросать немножечко геймплейных элементов. Кто такой инструмент? Почему это зонтик? Какие у него навыки? Слабости и так далее. Набросав первоначальный концепт героя, первоначальный концепт противников, я стал немножечко уже разрабатывать сам геймплей. Да, я сейчас рассказываю немножко не в том порядке, как всё это дело проходило, но надеюсь, вам всё-таки будет интересно. Итак, продолжим. Разработка самого главного героя заняла немало времени, по причине того, что я долго не мог выбрать дизайн. И чатик, конечно, мне пытался помочь, но... Да... В общем, был выбран вариант, при котором я просто создам какой-то рандомный зонтик. И, в принципе, получилось неплохо, я надеюсь. Сами посмотрите. Далее, я решил, что геймплей вообще-то самая важная часть любой игры. Поэтому я стал готовить 3D-графику во всё остальное. Я отрисовал немножко пол, немножечко противников первых, и сделал первый набросок уровня. Получилось, в принципе, хреново, по одной простой причине. Это было скучно. Поэтому уровни подвергались тотальной переработке. В частности, был улучшен платформинг. А к главному герою были добавлены следующие способности. Прыжок, благодаря которому можно было отражать снаряды. Возможность кататься по стене вверх, что позволяло создать более вертикальный геймплей. А также возможность метать спицы. Что позволяло наносить, собственно, урон противникам, помимо парирования их собственных атак. За время, что отводилось на геймджем, я успел разработать только двоих противников. Это облачко, которое плевалось водой, и тучка, которая жахала молнией. После чего, взяв фон из предыдущего проекта Universes, я смог создать аутентичный космический фон. Но просто звезды и туманности где-то там на фоне было скучно, поэтому я добавил еще и космических тел. Подходящих стилистике игры. Смоделировав главную цель для главного героя в виде древа зонтиков, я продолжил уже работать над боссом. Насчет его дизайна я решил сильно не заморачиваться, так как времени было уже в обрез, и нужно было что-то срочно решать. Ведь один уровень это было крайне скучно. Поэтому я взял за основу свою аватарку в виде шлема. Воссоздал ее с нуля, немного перекрасил и добавил парочку деталей. И получился, собственно, главный босс. К нему я успел добавить поведение в виде двух фаз. И, собственно, все. Игра на этом была уже закончена. Осталось лишь отрендерить небольшое изображение для главного меню. Собственно, сделать это самое главное меню. И можно было отправлять уже на конкурс. После отправки нужно было подождать некоторое время, пока шло голосование. А мы с вами тогда уже сейчас перейдем к итогам. На самом конкурсе я занял 17 место. А также многие те, кто поиграли в нее и оценили, поставили куда большую оценку геймплею. Что же, вот так и прошел. Для меня уже не первый, а для этого канала все-таки первый геймджем. Отдельное спасибо хочу сказать Немезису и Хаосу. Эти двое были фактически спонсорами моего канала на протяжении разработки данного проекта. Вы также можете повлиять на разработку, подписавшись на канал, поставив лайк и включив колокольчик. А также зайти в группу ВКонтакте, в которой вы сможете не только просто следить за новостями, но и подавать какие-либо идеи и участвовать в разработке. Еще у меня есть бусти. Для людей, которые туда подпишутся, получат некоторые плюшки в виде раннего доступа к обновлениям игр, а также раннего доступа к видосам. Надеюсь, еще услышимся. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!